Она что-то бьет всех хомячат. Она решила уничтожить туалет. Так, сколько она у нас сейчас будет весить? А это Мишаня. А я пока распакую письмо от вас. Всем изи-привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс. И у меня сегодня срочное видео. Дело в том, что мне не дает работать вот этот маленький колобок. Выходи, колобок из колеса. Давай я покажу, что у тебя тут происходит. И это действительно колобок. Вы видели эту хомячиху буквально 2 дня назад. Смотрите, какая интересная конструкция. С колесом. Кто не видел? Вася пошел, мышь нашел свою. Кто не видел колобка? Вот он мой колобок. Вот он мой хороший. Не дает мне монтировать видео. Дело в том, что у меня стол, за которым я монтирую вам видео, показываю, стоит рядом. Недалеко сравнительно от стеллажа с хомячками. И она мне просто сегодня не дает покоя. Короче, домик стоял вот здесь. Что она делает? Она по нему. Уже видите, вообще ровно стоять ничего не может. Она по нему берет, залазит, подвешивается на крышку и падает. А вы посмотрите, ну куда ей падать? Ей нельзя падать. Она глубоко и далеко. Сильно беременна. Поэтому я домик у нее забрала, чтобы она не падала. Потому что-то бьет всех хомячат. Как бы это странно не звучало. Ладно. Забрала у нее домик. Думаю, ну хотя бы там колесико. Пусть у нее немножко побудет. Какое колесико? Она решила уничтожить туалет. Поэтому я сейчас решила срочно у нее все забирать. У меня такое ощущение по внешнему виду этого хомяка, что она родить у нее буквально вот должна. Прям вот-вот. Вот. Мне срочно нужно у нее наводить порядок. Короче, я у нее заберу туалет, потому что она его решила съесть. Он ее бесит. Знаете, беременная женщина, а у нас беременная хомячиха, ее все бесит. Сначала ее бесило. Что-то я у нее уже забирала. Не помню. Лесенка, что ли. Да, что-то ее бесило. Посмотрите, что делается. Посмотрите, что делается. Нет, подруга, подруга, тебе тут оставаться надо. Нет, мы не пойдем никуда. Отпусти, пожалуйста, туалет. Тебе нельзя гулять сейчас. Понимаешь? Ты снесешься у нас, курочка-ряба, где-нибудь, а мне потом искать, где твои хомяки. Короче, ей вот срочно, прям срочно нужно вырваться. Я ее уже покормила. Дала ей творожок. Я так подозревала, он за щекой где-то. Да, вот так вот. Нам надо выбраться. У нее корм здесь есть. Здесь есть корм. Творожок она из мисочки уже все съела. И все равно ей не сидится. Она сгребла уже все в одну большую кучу. Куда ты собралась? Будешь по мне лазить? Да? Вот так. Тебе нельзя падать. Нельзя тебе падать. Я их боюсь брать, чтобы не придавить случайно. Вот. Короче, я у нее уже забираю все, что можно, потому что ее все бесит. Бесит. Заметили? Кормушки нет. Кормушка. Вот, я вспомнила, что я у нее забрала. Ночью комнаты находятся на разных концах квартиры. Очень далеко друг от друга. Ночью слышу у нас вот такое. Три часа ночи. Ну, представьте, кто может спать. Не, ну я знаю, Алиса может спать. Я не могу спать, потому что когда вот так вот это... Это же ужас какой-то. Я же все это слышу. Она выкинула чашки из кормушки, перевернула кормушку, сидит, ее грызет. Она ее бесит. Ее бесит все. Туалет, кормушка, домик. И все раздражает. Бедная хомячиха. Я решила, что сегодня, короче, я у нее все позабираю. Все, что только можно. Такое. То, что она может применить как-то во вред себе. И все, она уже у нас будет готовиться к родам. Ничего страшного. Без туалета обойдешься. Все будет хорошо у тебя. Единственное, что у нее, я вижу, здесь опилок мало, потому что все туда сгребла. Но, если не будет туалета, а у нее почему этот угол пустой? Потому что она все из-под туалета выгребает, чтобы она думает, что под туалетом находится тайный выход куда-то наружу. И поэтому все выгребает. Я у нее добавлю сейчас немного опилок, чтобы этот угол покрыть. Не знаю, как-то эстетичнее. Хотя, может быть, она возьмет это все дело, стянет в другую сторону. А еще может начать рыть. Вот. И миски ей, скорее всего, придется менять на другие, более устойчивые, чтобы она эти не переворачивала. Хотя, не знаю, миски она вот сегодня не переворачивает. Она только кормушку решила догрызть, доесть, да? Ну что, в принципе, у нее ничего не осталось. Тут остались, получается, салфетки немного, которые вот она гнездо строит. Может быть, еще немножко салфеток я сейчас принесу. Принесу, да. Кормить уже сочкой не буду. Хотя, сейчас буду кормить всех остальных хомяков, потому что она съела творожок. Прям много съела, хорошо. И я даже не представляю. Вы представьте, вот у нее сегодня у нас четверг. Сейчас у меня четверг. У вас уже пятница. Ей до родов осталось еще пятница, суббота, воскресенье. У нее в воскресенье это первый срок родов. Может родить либо в воскресенье, либо понедельник, либо вторник. Вот в эти дни. Но у меня такое ощущение, что она вот сейчас родит. Потому что она ведет себя так. И колобок стал очень крупный и тяжелый. Знаете, что я хочу ее взвесить? Мне интересно, сколько она весит. Потом посмотрю в видео, сколько весила фанта до родов. Давай, давай. Ладно, гульнем слегка на весы. Как все беременные, аккуратно. Так, сколько она у нас сейчас будет весить? 175, 74, 76. Короче, 175, 176. А теперь гульнем обратно. Вот. И сейчас, чтобы тебе скучно вот совсем уж не было, я тебе принесу, пожалуй, салфеток. Взяла салфетки. Они должны быть белые, без запаха, без рисунка. Просто обычные белые салфетки. И я даю салфетки только сирийским хомякам. Потому что у нас с хомячком Кэмпбелла была, к сожалению, неприятность. Забиваются защечные мешочки у Сеши. Ну, сейчас все нормально. И нам пришлось даже к врачу везти ее, чтобы под газом ей почистить эти мешочки. И спрашивала у врача, почему я перестала давать салфетки. Она говорит, это очень частая проблема, что у хомяков забиваются защечные мешки. Именно у тех хомяков, которыми либо вот такие салфетки используют, либо же на наполнителе. Есть наполнители бумажные. Так вот, врач мне сказал, что говорит, это очень частая проблема те, кто пользуется бумажным наполнителем. И еще, поскольку я постоянно читаю, где-то что-то просвещаясь, нахожу какие-то монографии о животных, о содержании хомяков. Вычитала недавно такую потрясающую вещь. Оказывается, чтобы потомство осталось живо на 90 или 100%, советуют давать хомякам сено. Именно в гнезде сено сохраняется 90-100% хомячат. Представляете, такое вычитал. Не знаю, рисковать, не рисковать. Я уже все время на салфетках деток оставляла, и все у нас было хорошо. А вот когда опилок много сыпануло, да, потерялись некоторые дети. И, ну, как бы в монографии все это выглядит красиво в книге, а как на самом деле я пока не пробовала. Честно говоря, вот сейчас как бы рисковать не хочу. Ну, и ее я отношу на место. Я надеюсь, что она чуть-чуть хотя бы успокоится. У нее столько энергии. Не знаю, оставлять ей колесо или нет. Может быть, сегодня колесо оставлю, потому что других предметов у нее уже здесь нет. У нее хотя бы будет занятие там в колесе бегать. Да, возможно, да. Вот, видишь, вот, складывая салфетки. Сейчас я тебя крышкой накрою. И, знаете, я хотела сравнить, сколько весит ее муж сейчас. Вот смотрите, вы запомнили, да, хомячиха весит 175-176 граммов. Но это обычный стандартный сирийский хомяк. А муж у нее, это хомяк голландский. Сейчас с мужа взвесим. Ее несем на место. А это Мишаня, да, помните Мишаню? Мишаня у нас живет. И, похоже, он детей своих тут у нас увидит. А Мишаня весит 207 граммов. Да, 206-207 граммов Миша весит. Миша не беременна, если что. Миша это мальчик. Это муж нашей любимой хомячихи. Ну, по нему видно, что он муж. Правда, Миша? Миша, у тебя скоро будут дети. И ты даже узнаешь, какие они будут. И ты увидишься с ними. Главное, Миша, ты узнаешь, сколько их. Ребят, ну вы видели пузико хомячка? Скажите мне, как вы думаете, сколько будет хомячат? А поскольку Миша так торопится, то, наверное, с ним отправятся гулять. Мишу погулять очень хочется. Миша такой у нас стал. Крупненький, хорошенький, увесистый и гуляет. Он по вечерам по дивану. Да, Мишань, тебе понравилось у нас? А я пока распакую, пожалуй, письмо от вас. И письмо у нас сегодня... О, ребят, давайте распаковывать, потому что почерк очень мелкий. И к тому же там имя не написано, только фамилия. Я надеюсь, что здесь будет имя. Со мной, как всегда, кот Василий. Где я там и он? Кот, последнее время, я вам расскажу новые у нас происшествия. Кот начал спать на мне. Причем повыше. Вчера залез ночью мне на спину. А бывает, ложится вместо подушки. Ой, у меня тут что-то рассыпалось. Я так подозреваю, это черви были. Да, наверное. Так. Немного и очень-очень мелкий почерк. Но давайте разбираться. Так. Письмо. Привет, Изи Алиса, Изи Роза, Изи Папа. Я Соня, мне 11 лет. Очень люблю смотреть ваш канал. У меня есть хомячок, его зовут Марсель. Мне нравятся все ваши питомцы. Первый раз отправляю вам письмо. Передайте, пожалуйста, мне привет. И она пишет. Подпишись, поставь лайк, напиши комментарий. Написано 11 марта. Да, уж долго пролежало у нас письмо. Привет тебе огромный, Соня. Мне очень приятно, что ты смотришь наш канал. И вопрос. Можно ли джунгарикам жить на осиновой щепе? Можно. Мне очень нравится. Она не такая пыльная. И у нас на ней живет пепси. Потому что пепси любит опилки выбрасывать из контейнера. Вы будете заводить джунгариков? У нас есть два джунгарика. Сколько лет Ларисе? Ларисе один год. О чем мечтает Алиса? Это на канал Изи Роза. Там у нас есть видео «Мама в шоке». Под ним пиши вопросы. Мы на том канале отвечаем на те вопросы, которые не касаются животных. Какой любимый питомец Изи Папы? У Изи Папы любимый питомец Кнопа. Какой любимый цветок Алисы? Алиса любит ромашки, но у нее на них аллергия. Вот такой парадокс у Алисы. Какая продолжительность жизни у крыс? 2-3 года. И конвертики какие-то. Игра «Соедини питомца с именем». Соединяем по порядку. Это Йеннифер, она розовая. Наф-наф будет вот здесь. Дальше это Вася. Кого еще не соединила? Это Умка. И это у нас будет Фанта. Все, я справилась. Дальше для хомячков прислали семечки и пару червячков. Вот такие вот подарки. А вот здесь наклейки. Очень красивые, кстати. Для ежедневника можно использовать розочки. И вот такие цветочки. О, красота. Пойду Алисе передам. Она сейчас блокноты заполняет. Ну что? Василий уже хочет спать. У него уже морда когтеточки свисят. Он говорит, пора расстилать кровать. Ну и я отправляюсь монтировать видео для вас. Видео теперь выходят в 11.00. А на канале Изи Роза будет потрясающее видео. Как мы ездили. Фикс прайс. Что мы там купили. Мы ехали по Крымскому мосту. Так что заходите на канал Изи Роза. Встретимся там сразу после этого видео в чате премьеры. Субтитры сделал DimaTorzok